Друзья, всем привет! Оформляем сегодня вертикальный край изделия. У данной планки имеются некоторые особенности. Получается она с лицевой стороны и левого края изделия или данного образца, так как зависит от провязывания кромочных петель. Раппорт данного участка составит 4 петли и 4 ряда высотом. В моем образце пряжа Аделия Хэппи. Давайте переходить к мастер-классу. Все внимание на экран. Первый ряд раппорта я начинаю со стороны основного узора и провязываю все петли лицевыми. Остаются 4 петли раппорт планки. Провязываю следующим образом. Первую петлю переснимаю вместе с накидом, далее 2 лицевые и четвертую петлю переснимаю вместе с накидом. Затем идет изнаночная кромочная. Второй ряд начинаю со стороны планки. Кромочная снимаю, первую петлю переснимаю, также не провязываю, добавляю 1 накид. 2 изнаночные и четвертую петлю переснимаю и еще 1 накид, добавляю. Далее основной узор. Петли провязываю лицевыми петлями. Третий ряд я начну со стороны основного узора и это будут лицевые петли. Кромочная и далее все петли провязываю лицевыми. Дошла до раппорта планки и его провязывала следующим образом. Первую петлю раппорта вместе с двумя накидами провязываю 1 изнаночной. Далее 2 лицевые и четвертую петлю раппорта вместе с накидами провязываю также 1 изнаночной. И затем кромочная и изнаночная. Четвертый заключительный ряд раппорта со стороны планки. Кромочная петля, далее лицевая, 2 изнаночные и 1 лицевая петля. Далее основной узор. Все петли провязываю лицевыми. Все, друзья, мастер-класс я завершаю. Обязательно сохраните эту бесценную идею в копилку. Лайк, приветствуется, а также позитивный комментарий. Желаю вам отличного настроения и мы скоро увидимся!